Приветствую всех, мои хорошие! Соня передает вам всем привет. Соня это кукла фарфоровая, большая. Кто-то видел, кто-то нет. Стоит возле моей кровати, охраняет мой сон. Ну а я вам хотел показать, где и куда у меня встала мое кашпо. Приобретение, подарок, который сделал себе на день рождения. Встал на столик, тоже рядом с кроватью. Столик я покупал на вернисаже. И одна из последних моих покупок, это вот как раз-таки еще и зеркало. Зеркало довольно-таки старое, здесь металл, по-моему, бронзоокрашенное. Здесь зеркало, само зеркало с фасетом, то есть родное, старенькое. То, что оно старенькое, читается по заднику дерева, покрытое лаком. Прям старое-старое-старое, очень видно. Посмотрите, оно там на ножках. Вот на таких ножках. И, скажем так, современным сленгом, в чем фишка, то, что в зеркале отражается вторая сторона кашпо. Она тоже кашпо двойная, с обоих сторон красивая. Ну, вот так вот это выглядит. И отражается в зеркале. И это зеркало поддерживает основу. Да, у меня же здесь медальоны висят овальные, само зеркало большое над кроватью, овальное. И как бы вот все в одном ритме. Ну, а дальше мы с вами уже перейдем на просмотр все, что было в посылке от Галины Франции с Германией. Это половина посылки, наверное. Собрал в одну котомку все сладости. Еле поместились, но вместились. И чего здесь только нету. Чего здесь только нету. Ну, вот Германии не было. Ну, вот попробую из Германии вкусняшки. Ну, кто его знает. Может быть, осенью и в Германии побываю. Или следующим летом. Или весной. Но мне интересно. Это вот, ну да, вареная сгущенка с сахаром. Довгань. А это получается, Довгань для Германии делает или что? Ну, в общем, интересно. Попробую. И шоколадки, и конфетки. И здесь даже есть конфетки-коровка, которые я люблю. В общем, изобилие всего. Белый шоколад с орехами. Эх, полным-полна моя коробочка. Есть и ситец, и борча. Жевательные какие-то. В общем, вкусности и мерси. Ним словом, явства заморские. Это на сколько мне хватит, интересно. Вот если я один буду есть. Наверное, на месяц. Или полтора. Месяц-полтора. Я сладкоежка вообще. Галина, Шарман, спасибо. Мало того, что песни пишет, Шарман написал. Я Мадонну Секстинскую. Еще и прикармливает. Чтобы было настроение сладкое. Чтобы сладким голос был. Спасибо большое. Голову-то мне заморочили. Кучу документов собирать. За посылку. Из Германии. Ой. На кулички ехать. В таможенную. Вот эту вот всю историю. Тут все строго. По времени, по записи. И по пропускам вообще все очень серьезно. Вот пропускной. Тут гость написан. Еще чего-то куда-то идти. Целый час оформлять. Ехать на такси в Пушкино. Потом обратно. Посылка еще не на моей почте. Ехать за посылкой вообще в другую тоже сторону. Ну, пипец, конечно. Мучился, наездился, накатался по всей Москве и Подмосковью. Но в итоге получил 9 килограмм здесь. Почти 9, да. Ой, нет, почти 8 вернее. Вы же толком еще и не видели в моей кухне. Только частями, урывками, деталями. Вы еще не видели эту шикарную люстру, которая ко мне приехала из Германии. Отправила мне ее Галина. Елена. Путаюсь. Елена. Дам у них свой YouTube канал с супругом, с Юрием. Но я сейчас про шторы хотел сказать. Шторы эти повесил. Бордовый бархат с вышивкой. И почему о ней говорю, потому что Галина, увидев эти шторы, прислала мне троечку такую под шторы. Но вот так она увидела эту тройку и решила, что нужно Ивану купить эту тройку фарфоровый комплект. Вот она, эта тройка. Производитель Германия. Увидела Галина эту тройку. А мы на днях с ней общались, я показывал ей шторы, когда их только купил. Она говорит, Ваня, это тройка твоя. Но это было раньше чуть-чуть, потому что посылку, пока она собиралась выслать, пока она выслала посылку. Прекрасная вот такая комплектация из двух тарелочек и чашечки. Очень красивый орнамент, вы видите, какой-то изящный, тонкий. На донышке тоже вот это цветок-звезда. Просто красотка, конечно. Просто по-царски сверкает и блестит весь этот рисунок. Так, производитель у нас и... Да, Бавария, Германия. Что-то там еще написано. Я уже не разберу. В общем, красота. Самое настоящее, что ни на есть красота. Идем дальше. Прекрасный натюрморт стоит. Я из него достал только шоколадку и одну пачку конфет пока что только что съел. Остальное еще стоит. Ну, потихонечку буду употреблять. Наверное, буду наслаждаться, пить из этой кружечки. И доставать потихонечку все эти сладости. Но без перебора, чтобы не поправляться. Но в эти выходные тоже еще и Ася меня обрадовала. Тоже дала вот такую коробку конфет. Ее я уже открыл и парочку конфет попробовал. Какие же они вкусные, невероятные. Это трюфеля. Да, с черносливом в коньяке. Очень вкусные. Кстати, Санкт-Петербург. Но покорила Адама в ретро-стиле. Неповторимая прическа. Невероятная улыбка. Прекрасное платье. Ну, в общем, красавица. Да. Вот смотрите, что было в посылке. Вот такая неожиданная, необычная, шикарная вещь. Конечно же, это очень достаточно старенькая вещица. Кофемолочка. Крышка, которая снимается. И, кстати, крышечка, она объедена, вот не знаю, или декор декор, декорирована так, либо уже, наверное, да, это декор. Потому что, если бы оно было объедено, то оно было бы объедено и с этой стороны. Хотя вот тут что-то есть, но очень мелкие. Стеклянная вот эта вставка, стекло. И стекло такое, нужно отметить, старое. На нём, видите, разводы вот эти. Есть надпись у неё, вот эта вот металлическая, да? Смотрите. А может быть, здесь даже и год есть. Нет, года нет, оригинал. В общем, вещица очень довольно-таки старенькая. Сразу, конечно, читается, сразу видно. Так что можно молоть кофе, наливать в кружечку красивую и закусывать вкусностями. А мы с вами рассматриваем дальше, что же ещё было в этой посылке. Была вот такая бутылочка. Яркая, приятная. Скорее всего, под масло. Ну, настроение добавляет, кстати, на кухню вот так вот. Такие детали. Потом в посылке я увидел вот такой кувшинчик. Гномик, который сидит на бочке. Наверное, с вишнёвой наливкой. Ковыряется у носу. Мечтает, когда вино настоится. Он будет его пить и закусывать вкусным сыром. Такая необычная, интересная вещица. Не пользовал, не пробовал в деле, как это. Это же нужно налить сюда, в этот жалобок. А потом и ещё из него налить. Ну, кстати, кракелюр есть уже. Вещица довольно-таки старенькая. Есть номер и печать в честь. Конечно же, Галина не могла опройти мимо таких плечиков и приобрела мне их двое. Вышивка яркий, очень красивый. На заднике этот вельвет. Кружева, вот эта вода, тесёмочка кружевная. Прекрасные варианты. Надеюсь, на них будут висеть мои новые какие-то платья, новые решения. Да, сейчас платья, кстати, я хотел даже для вас сделать отдельное видео. Сейчас у меня платья немного такие полегче, попроще. Где-то я устал, где-то мне нужно быстро сделать коллекцию. А чуть ранее у меня даже были сложнее гораздо платья. Мне нужно как-то вам показать. Я, кстати, здесь сейчас парочку даже прикреплю, чтобы уже было понимание о моей работе, о моей профессии. Ну и вот, конечно, меня вдохновляет и радует вот такие вот предметы, которые на долгое время могут оставить тебя неравнодушным. Каждый раз ты будешь смотреть на них и получать удовольствие. Кстати, такие плечики сейчас в Москве стоят. Я видел на Авито 4 500, 4, а в магазине в одном видел даже 5 тысяч. Вот. За них отдельное спасибо Галине. Кстати, на заставке фотография Галины, потому что некоторые из вас написали. Иван, страна должна знать героев в лицо. Кто написал «Сикстинскую Мадонну» и «Шарман». Так вот, я вам как раз-таки попросил Галину сделать фото, и она сделала. И вы уже можете видеть Галину Франц. И как она выглядит. Прекрасная, красивая женщина. А какая она добрая. Мы с ней разговариваем. И у нее голос такой нежный, тоже приятный. Галина, спасибо большое за такое неравнодушие к моему творчеству и за эти песни. В общем, по-моему, у нас сложился прекрасный дуэт также с вами. С королевой Галиной Франц. Еще Галина позаботилась о моем лице. Здесь маска, которую я использую. Позаботилась о зимнем времени на следующий год. Теплые стельки на зиму активируются, когда достанешь из упаковки. До 8 часов держит тепло. Но когда я вам снимаю блошины рынки, да, и ноги мерзнут. Вот, пожалуйста. Термо. Сейчас сразу мысль такая мелькнула. Часто мы забываем про свое здоровье, мало о нем заботимся. Делаем акценты на что-то другое, на что-то более для нас кажется на сегодняшний момент ценное и важное. И забываем о простых вещах, о которых тоже нужно заботиться. Поэтому вот обо мне позаботилась одна из моих королев. Это жутко-жутко приятно, и я это ценю. И еще лежала здесь вот такая вот, вот такой сверток. А что же в нем? Давайте откроем, распечатаем. Прямиком из Германии. Друзья, лежал документ. И что же в нем написано? Наш дорогой Иван Царевич, поздравляем тебя с днем рождения. Она выслала перед днем рождения, но я же долго ее не мог получить, посылку. Пока все свои дела, пока показы сделал, пока оклемался после них. Ой, сегодня еще концерт. Сейчас сниму, быстро я побегу на концерт. От нашего царства, государства, всех королев и королей, и из всех заморских царств, и поздравления шлем скорей. В этот день всегда с тобой мы за твое здоровье пьем. Всех вселенских благ желаем, и тебе наказ даем. Здравствуй и живи на славу. Сам люби и будь любим. Счастья в жизни и удачи, ты сейчас в расцвете сил. Ты посланник для народа. Превосходный модельер. Пусть вдохновляет большая моды, и вспоминай про этот день. Ведь этот день такой особый. Наш светлый Ваня, дорогой. Двойные цифры, как от роду, твои 44 года. Да, мне 44. От всего сердца поздравляем. Всего крепкого. Писарь Галина Франц. 27.04.23. Поцелуйчик. Ой, а что это тут еще такое? Ой, это, наверное, магнитики, божьи коровки. Какая прелесть. Спасибо, Галина. Супер. Вот какая красота. Это, конечно, надо повесить в рамочку. Дорогой друг, когда я забуду, что это, где это, ты мне подскажешь, что это у тебя. Так, идем дальше. Всяких роскошеств, кружев и так далее. Ну, здесь вообще лежали вот эти тарелочки, чтобы они разбились. Ну, она мне и дальше пригодится. Это прекрасная такая вот коробочка. Коробочечка. Пригодится мне. Подшвейная всякая, металлическая она. Что же в ней лежит? Вот что лежало в этой коробочке. Там еще есть предметы, которые я вам сейчас все покажу. фарфоровые ножки, фарфоровые ручки, фарфоровое личико. Вот такая нарядная барышня. Приехала из Германии и привезла она мне вот такую перецамолку. Кстати, она у меня уже вторая такая. Точно такую же мне отправляла Марина из Италии. Марина Евсикова. Так, дальше была вот такая керамическая роза. А вот он и Иванушка приколит здесь на цветке. Марина Евсикова отправляла мне по-моему, Мурана эту. Они достаточно дорогие. По-моему, даже 20 с лишним тут такая стоит подобная. Вот в принципе этот цветок сюда и подходит этот. Можно вот так и оставить. Так, стой. Да, на один цветочек фарфоровый. Даже здесь желтый оттенок внутри и цветок желтенький. Франция Парцелан Делюкс. Вот такой башмачок с шариками днем рождения. День рождения прошел, а шарики останутся, наверное, для следующего дня рождения. И смотрите, что еще тут была. Салфеточка кружевная и вот такие интересные предметы. Как вы думаете, что это такое? Ну, понятно, что мельницы. Кроме того, что это мельницы, это еще и соломка с перечницей. Поправляйте меня с перечницей. Не знаю, мне почему-то так удобно говорить, я так и говорю. С перечницей, с перечницей. И, кстати, крутятся, крутятся, еще и гремят, как колокольчики. Такая салфеточка была посылки. Что-то я ее был переложен, я не помню. Ну, в общем-то, вот такая приятная посылочка. Приятности еще целая корзина буду доставать потихонечку. Вспоминать Галину в промежутках между созданием видео для вас, а времени уходит на это очень немало, очень немало. И занимает, во-первых, ты просматриваешься, во-вторых, ты хочешь, чтобы это гармонично все было в видео, поэтому подход нужен специальный, я думаю, вы почувствовали это в моих видео, поэтому для того, чтобы они были живыми, естественными и подача была вот красивая и картинка и все, в общем, все в целом трудоемкая работа, так скажем. Ну, а это, наверное, плоды, плоды моих трудов, благодарность от вас приходит не просто же так, а именно это оценка моих действий, моего труда. И за это я вас благодарю, что вы оцениваете, по заслугам. Спасибо вам большое и спасибо Галине Франц. Ну, а сейчас послушаем одну из моих песен, а скоро поеду писать новую песню, ту, которую сам написал. До новых встреч. Поставьте лайк, не забудьте. Пока-пока, ваш Иван Рыбников. Я в музее в этот вечер, вновь с тобой наедине, милый образ нежно светил, манит он меня к себе. Тут бываю очень часто, кружит мысли полотно. Ты духовное богатство на вождение моё. Ты написана рукой Рафаэля Беладонна, понимаю, что влюблён ты не будешь благосклонна. Не дождусь любви ответной, не коснусь руки изящной. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Кротоклик твой умиляет, восхищает доброта. Твои руки украшает материнство, красота. Ты души моей коснулась до веков до параллель. Жизнь моя перевернулась, что ты сделал Рафаэль. Ты написана рукой Рафаэля Беладонна, понимаю, что влюблён ты не будешь благосклонна. Не дождусь любви ответной, не коснусь руки изящной. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Больше шансов нет, я знаю, в сердце грусти пустота. Сам, конечно, понимаю, наша жизнь, ох, непроста. В моём веке двадцать первом пусть немного заскучал. Я родился слишком поздно, на пятьсот лет опоздал. Ты написана рукой Рафаэля Беладонна, понимаю, что влюблён ты не будешь благосклонна. Не дождусь любви ответной, не коснусь руки изящной. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Глубину веков вселенских машину времени ищу, и там её одну на свете в Ренессансе отыщу. В моём веке двадцать первом пусть немного заскучал, я родился слишком поздно, на пятьсот лет опоздал. Ты написана рукой Рафаэля Беладонна, понимаю, что влюблён ты не будешь благосклонна. Не дождусь любви ответной, не коснусь руки изящной. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Редактор субтитров сбрежал, субтитров